Доброе утро! Сегодня разберём, почему человек не может вырваться в космос. Доказательства прямые. Сейчас покажу. Прямые доказательства этого всего. Сейчас я тут нарисовал. Вот она. Видите? Значит, что у нас получается? Вот земля. Видите? Зелёным. Плотность у неё... Почему мы, значит, стоим на земле, а не улетаем? Потому что у неё плотность большая. И нас... И мы, как говорится, не можем её пробить, эту плотность. А сверху земли, допустим, слой воздуха уже идёт. У него, допустим, плотность не 100%, а 70. Каким образом он держится на земле? Не улетает. Тут вот земля его держит с этой стороны. Так бы он туда улетел. Вот. Тут его земля держит. Так бы он улетел вниз. А сверху его держит вторая плотность. Второй плотность воздуха, который полегче, уже 40 где-то процентов. Вот оно давит всё вниз на землю. Вот эта плотность сидит на этой вот, на плотности 70, плотность 40. А плотность 70 сидит на земле. Которая держит эту плотность. То есть воздух не может проникнуть. Так как он меньше плотности, он не может проникнуть сквозь землю. Проникает, но, как говорится, очень... Если открываются какие-то дыры, тогда проникает. И вот он на земле сидит. А дальше на нём сидит воздух плотностью 40%. И давит вниз. Эта плотность 40% сидит, значит, снизу на этой. А сверху его держит воздух плотностью 10%. Не даёт ему лететь, так как здесь вот легче, легче. А здесь тяжелее. Вот за счёт этого оно держится. Значит, 10% давит сюда вниз. Держит вот 40%. А 40% держит 70%. И всё это держит земля. Потому что у ней плотность самая большая, 100%. А далее уже идёт на большой высоте. Разряженность тут уже очень огромная. 0,001%, а то и меньше. И этот держится на 10%, на 5%. Вот на этом слое. То есть держит его, значит, снизу это. А сверху, сверху, видите, если здесь не будет оболочки, то воздух сверху улетит. Вот этот, сначала этот вылетит. Слабая плотность, потом этот вылетит. Потом этот вылетит. Потом этот вылетит. Все вот эти вот слои улетят. И Земля останется голая, как Луна. Видели, Луна голая? То есть, здесь вот идёт оболочка. Поэтому мы не можем вылететь в космос. Если мы пробьём оболочку, образуется дыра здесь, космическим кораблём. И всё это вот пойдёт, отсюда будет давить, значит, вот этот, вот этот, значит, пойдёт наверх. У него здесь дырка. На него ничего не давит. Лёгкий на него не давит. И он пойдёт наверх. Пойдёт наверх. И вылетит в космос. То есть, стопроцентной уверенностью, можно сказать, что в космосе никто не был и никогда не летал. Потому что, как я вам ещё раз говорю, пробить ту оболочку, вот эту оболочку, значит, вот это вот пойдёт сначала, вот этот вот, мало плотности, так как его сверху никто не держит. Следом пойдёт за ним вот этот. Потом вот этот и вот этот. То есть, он не за счёт притяжения земли, как нам говорят, а за счёт разной плотности. То есть, тут закон Архимеда. Все изучали. Можете продемонстрировать в ванной, когда вы погружаете тело, более тяжёлое всплывает, более тяжёлой плотности всплывает тело. в более лёгкой плотности всплывает, а более тяжёлая идёт на дно. Так и здесь. Есть дно там, в ванной, как и здесь земля. Если бы земли не было, мы бы улетели отсюда бы. Здесь бы не было воздуха. И значит, если бы здесь не было оболочки, сверху, то воздух бы ушёл, и на земле бы не было жизни. Однако жизнь есть, мы дышим, и всё прочее. То есть, это прямое, 100% доказательство, что, что нам покажут про космос, это, не знаю как, но это снято, видать, Голливудом, Мосфильмом и так далее. То есть, это в сговоре. А смысл этого в каком? А смысл нас, как говорится, застращать, что они такие крутые, а в космос летают. Это раз. И второй смысл, грабить, конечно. Туда выделяются огромные средства. Вот. Которые на космос не идут, они идут просто на съёмку фильма. Потом покажут по СМИ, это же в миллион раз дешевле, чем запускать в космос. Сколько труда идёт на создание ракеты, там, то и всё. А говорят, что, мол, ну есть же спутники, GPS и всё. А спутники летают вот здесь вот. Или здесь, или вот здесь, вокруг Земли. Вот они. слабых, под оболочкой они летают слабых, слабых атмосферой. Это нам говорят, а это не космос. Это наша атмосфера Земли. То есть, спутники, которые запускаются, они летают вот здесь. Но космонавты вряд ли будут здесь летать, даже здесь, потому что здесь их может раздавить. это для человека. Для железа это, и то для крепкого, это ещё пойдёт. Но для человека это слишком. Давление-то нарастает. То есть, давление идёт. Вот это всё давление сдерживается, допустим, вот этим слоем. Вот мы на Земле, вот этим слоем, раз, два, три, четыре, тут много слоёв. Это я нарисовал так приблизительно. Оно сдерживается, поэтому нас не раздавливает. То есть, вот этот слой принимает давление космоса и оболочки. Потом второй слой, третий слой, четвёртый слой и так далее. А мы, значит, вот здесь вот. А если попадёшь сюда, тут уже будет давление, тут вот оболочка будет. И давление, которое снутри, отсюда пойдёт и сверху. чтобы эта оболочка держалась. Так, если бы давления не было оттуда, вот с космоса, оболочка бы тоже лопнула. То есть, по этому рисунку 100% доказано, что в космос никто не летал. На этом. То есть, на этом вот заканчиваю съёмку этого всего. До свидания. До новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok